Привет, это канал Джон и Ева. Продолжаем нашу кругосветку. Мы уже проехали автостопом. Все, что вы видите, кроме трех самолетов. И в начале этой серии мы в Туске-Гутерес, Мексика. Мы уже отправляемся дальше. Сегодня мы едем в город Кордуба. Это довольно далеко, где-то 570 километров. И по гуглу написано где-то 6 часов ехать. Значит, дороги должны быть хорошие. Это, кстати, хороший лайфхак. Если тебе нужно особо на автостопе, то лучше посмотреть в гугле, сколько туда ехать по маршруту. Потому что в горах в Индии, допустим, будет 6 часов на 200 километров. Где-то может быть меньше, больше 600 километров за 6 часов. И обычно гугл знает более-менее, какие пробки бывают, какие там дороги, какая скорость средняя. И можно понимать более-менее. И так и получилось. Когда мы приехали сюда, мы так рано приехали. Хотя это было почти 400 километров. Коврим спасибо этой комнате. У нас был прекрасный опыт. Здесь очень здорово. Очень жалко уезжать даже. И вот где-то здесь есть Альмароса. Вон она. Прекрасная женщина. Очень помогла. Очень помогла и заботилась о нас, как реально, как мама какая-то из сказки. И новито. Чао, 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 чао. Хорошая собачка. И пока ты двор не тратил. Двор вот так вот выглядит. Можете увидеть, посмотреть. Потихоньку едем. Не так быстро, как хотелось бы, наверное. Но уже третья, четвертая машина. Третья. И осталось очень много. Мы проехали, не знаю, километров 50. Но потихоньку мы едем. Как раз вот такие вот условия. Довольно немножко тесно. Наш водитель. Вот. Потихоньку. Очень красиво. Скоро должны проехать какое-то озеро. Сейчас проверяли нас. Нередко, в принципе, бывают такие чекпоинты. И всегда спрашивают, откуда мы, куда мы едем. А когда они понимают, откуда мы, они обычно даже документы не проверяют. Но я спрашиваю, что это за проверки? И нам говорят, что это... Они ищут нелегалов, нелегалов больше всего. И я говорю, откуда они обычно говорят, что они обычно из Центральной Америки. Так что, наверное, если бы у нас была другая внешность или акцент какой-то другой, может быть, они бы и нас проверяли тоже больше. Как-то получается такое неравенство, наверное. Вот тут такой мост и озеро, я так понимаю. Называется Пуэнта Чиапа. И он там продолжается. Везение, везение. Все круто. Мы нашли фуру. Фуру нас нашла. Они уже видят нас второй раз. На самом деле, третий раз, потому что вчера, когда мы смотрели танцы и маримба, они видели нас. Так что у нас тут Энрико и Росальба. Росальба. И вот мы едем, и они говорят, что им нужно будет остановиться, помыть фуру. Здесь двойная фура, очень-очень длинная. Помыть, и потом можно доехать прямо до Кордубы. Так что, если так, это просто офигенно. Это нереально. Прости, до этого мы ехали 100 километров в 5 часов. Мы выехали в 7, сейчас 12.40. 5 часов 30 минут мы ехали 100 километров. Мы так долго сегодня ждем. И сегодня такое ясное небо, ни одной тучки. Так что надеюсь, мы не сильно сгорим. Вот. И да. Чет больше 400 километров осталось, да? Да, больше где-то 430 километров осталось. Но надеюсь, что до темноты успеем. Очень надеюсь. Мы уже приехали. Все это время, как я иду, вот это длина фуры. Я не смогу так ночью показать, насколько она длинная. Но иду, иду, иду. Довольно быстро, кстати. Иду, иду. И вот только сейчас подхожу к двери. Вот. Ева ждет. Наш хвост, к счастью, у него есть машина. И... О, там закрыто на замок. И он сейчас подъезжает. Так что... Вот водитель. Прекрасный человек. Ух, круто. Мы уже приехали. Это вообще, по-моему, 540 километров за день. Где-то вон там Ева. Кстати, это, по-моему, самая новая фура, в которой мы ехали за все путешествие 16-го года. Так что этой фуре еще нет года. Приехали. Вот наш хвост Амаури. И он нас встретил так поздно, ребят. Уже 8, почти. Уже стемнело. И фура нас провязала 400 километров. И высадила на объездной. Дождалась, пока наш хвост приедет за нами. Нас просто передали из одних рук в другие. Это так здорово. Просто мексиканцы такие замечательные люди. Просто у них такое большое сердце. И они так о нас заботятся. Вот. Да. И Амаури сам сделал вот эту карту на стене. Это очень крутая идея. Он сам это все нарисовал. Жалко только, что мой дом на окне. Но очень круто. Привет. 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 Вот теперь где-то за минут 10 что ли появились такос. Вот такая еда. Они просто вышли, взяли в каком-то ресторанчике и все. Вот отец и мать. Приехали мы в центр. Мы прямо на центральной площади, я так понимаю. И мы встретили друзей, друзей нашего хоста Маури. Так что мы гуляем. Они думали подняться на гору с нами сегодня, но по-моему завтра мы поедем, потому что сегодня я на самом деле уже засыпал в машине. Устали. Да, 10 часов. Устали. 10 часов. Ну, погуляем немножко. У меня уже нос заложен от этого перца очень острого. Музыка здесь это очень сильная часть культуры. Доброе утро. Мы так устали вчера, что просто заснули. Я засыпал на ходу. А вот сегодня у нас такой вот завтрак. Яйца. А что там красное? Просто специи какие-то? Ну, не знаю, мне кажется специи, но иногда чувствуется как будто это мясо такое, но это не мясо. Так удивительно, просто мы сделали яйца с бабами. Очень классно. И с бабами. И сок папайя, по-моему. Папайя, да? И на Маури. И на Маури. Очень не удалось показать вам, но здесь огромный двор такой. Там забор. И получается так, что вот здесь как бы дом сзади. А какие-то деревья есть? Авокадо. Что еще? Ты помнишь? Здесь авокадо, здесь есть манго, здесь есть мандарин, здесь есть лимоны, по-моему есть апельсин и есть огромный батут. И папа нашего хоста завел куриц. И есть петух. Курица петухов не для того, чтобы они не слились, а просто для того, чтобы они ходили по территории. Ему нравится, когда здесь птички. И здесь еще какие-то другие птички в клетках. И дикие птицы, которые прилетают поют. Очень здорово. Еще здесь три собаки. И единственное, что мрачает это все, это и вчерашняя история, которая нам была рассказана нашим хостом. Вы, наверное, помните, что мы встречались с его друзьями. И там была девушка Карла, брат которой был похищен три недели назад. Людьми, которые просто вышли из машины с оружием, три человека и просто забрали его. И три недели от него нет никаких вестей. И как нам говорят ребята, что он просто связался с какой-то плохими людьми, с которыми не должен был. И что есть маленькая вероятность, что он все еще жив, но при этом есть также вероятность, что его убили. И это просто так ужасно, когда ты понимаешь, что это не сценарий какого-то фильма, это просто реальная жизнь. Люди так живут, их брата похитили. И вообще, ты просто не знаешь, где он, что он. Полиция не помогает. Очень многие люди здесь в Мексике говорили нам о том, что полиция очень коррумпирована, что там, бесспорно, есть хорошие люди, но большая часть из них никак не помогает, а только берет деньги. И конкретно в этом городе, Кордобе, здесь, как нам рассказывала семья нашего хоста, что здесь большие проблемы сейчас с властью, что предыдущий, не знаю, губернатор, предыдущий руководитель этой области, он просто сбежал с деньгами в Штаты, его никто не может найти. И сейчас кажется, что люди, которые занимаются наркотиками, стали активно приезжать в этот район. Я говорю, а как вы это понимаете, как вы это чувствуете? Они рассказывают, что очень много полиции появилось здесь, в Кордобе, и какие-то неприятные вещи стали происходить. Так что, на самом деле, не все так радужно в Мексике, но при этом это так грустно, потому что люди в Мексике, они просто каждый, наверное, каждый, с кем нам удавалось поговорить здесь, который, да, каждый, с кем нам удавалось поговорить, нам в чем-то помог, и люди такие открыты, и у них такое теплое сердце. Очень грустно, что не все хорошо в их стране, потому что они заслужили, чтобы жить в хорошей стране, иметь хорошее правительство, иметь хорошую полицию, которая действительно защищает, и не иметь этих многочисленных нарко-трафикантов, которые сюда приезжают, чтобы... Я так поняла, что это больше как транзитная зона, потому что наркотики эти дорогие, которые здесь, не знаю... Занимаются. Которым занимаются, они дорогие, так что местных не покупают, но они все отправляются в штаты, и я так понимаю, что штаты — это очень большой рынок наркотиков. Наркотиков, да. Да. Ну, еще надо сказать, что нам говорили именно про этот штат, они не говорили про другие. Конечно, в каких-то других есть проблемы, но я так понимаю, что особенно в этом штате много проблем. И тоже нам говорили, что если ты не вмешиваешься в этом, тогда у тебя обычно вообще нет проблем. То есть, если ты не связываешься с такими людьми, тогда они не мешают обычным гражданам. Ну да, они не продают местным наркотики, они не... Ты, как бы, если с ними не делишь какие-то деньги, и у тебя нет общих дел, они нормально с тобой общаются, то есть они не испытывают каких-то проблем с этими наркотарификантами, но при этом они также понимают, что не нужно рассчитывать ни на какие легкие деньги, не нужно вообще брать у таких людей деньги, не нужно брать у них долг, потому что потом это может закончиться очень плачевно. И этот парень, которого похитили 3 недели назад, и от которого нет вообще вести, у него осталась жена и двое детей, по-моему, да, двое детей. Не знаем сколько. И это делает вообще жизнь его сестры превратилась сейчас в какой-то кромешный ад, но при этом она, видите, нашла в себе силы вчера с нами встретиться, она улыбалась, она смеялась, мы... она ни слова не говорила про своего брата, нам рассказал ее друг об этой ситуации, и на это нужно необычайное мужество. это... я никогда не встречала такие истории личные, я только видел это в фильмах, и мне очень грустно, что такое происходит по сей день. Такой вот рынок местный, мясо, фрукты, овощи подают. И рыба, нам говорили, что в этом районе очень много рыбы. Дельфины нарисованы, интересно. Интересно, они продают тут дельфины? Сейчас посмотрим на вокзал, вон здесь уже поезда видны. Вот здесь гостиница раньше была. И это раньше была одна из самых главных гостиниц города, но когда в какой-то момент приватизировали GD, я так понимаю, и отменили все пассажирские поезда. И, соответственно, вот эта гостиница просто вымерла, если можно так сказать. Да, разорилась. Так что только грузовые поезда сейчас работают по Мексике, люди, только, по-моему, есть один поезд для туристов, и люди перестали путешествовать по Мексике на поездах. Да, но нам говорят, что раньше немало путешествовали. Не знаю, по-моему, может быть, есть еще в каких-то местах. Нам говорили про один пассажирский поезд, но по большому счету все перестали работать. Вот поезда. Те самые. В такие моменты я рад, что они чуть-чуть выше. А то это не очень высоко. Это цемент снизу. Мы пришли на центральный рынок, и тут есть такие очень-очень-очень-очень большие картины. Разные, как бы, как сказать, сцены, можно сказать, с рынка. А вот это, я не знаю почему. Кажется, что у него много пули. Ну, а на другом, ну, вот как выращивают какую-то еду. И там где-то режут какие-то фрукты. вот старая часть рынка, которая рядом находится. Ну, как и обычно, в принципе, как все рынки. Чуть не везде, где мы уже побывали. А. Ла Ванас. Когда приходишь мимо таких сушеных перцев, ты прямо чувствуешь, насколько все остро они очень любят острую еду в мексике кто не в курсе очень любит и я особо не чувствовал до вчерашнего дня вчера маски такие я обычно говорю да давай острым можно попробовать вот еще перец и обычно да это все 5 и вот здесь перец все это перец вообще прямо глаза как от слезят слезятся короче да я всегда говорю немножко остро можно да пожалуйста и я особо не чувствовал там целую неделю мы уже мексике но вчера я почувствовал реально два раза реально острые да и первый раз мы были во фуре и купили импанадос и вот такой соус очень острый и даже они не хотели мы все взяли но я бы не не пробовала но мы все взяли и кушали да и сразу водители его жена они сказали не не буду больше я тоже быстро решил что хватит уже потом еще целый час наверное у меня у меня были ну как сказать онемевшие губы о пенята да такие штуки у нас в россии никогда не видел но я видела во всяких американских мультиках когда ты закладываешь что-то много конфет в эти игрушки разные это могут быть разные там прототип каких-то принцесс королей и животные потом или миньоны и должен разбить и эти конфеты получиться как-то так и с этим они покрывают глаза сначала нужно бить эту приняту с покрытыми глазами с такой палкой мы уже пару раз видим такие игры азартные как в казино мы проходили другое место тоже много людей они все все эти автоматы они заняты многие много людей играет принципе все можно купить здесь кажется и фильмы всякие пиратские птицы разные очень серьезная полиция еще рыба вот наверное вообще не так сильно интересно так как большая часть всего что мы сейчас смотрим это везде похоже нам очень много кукурузы много тут арахиса очень много перца вот здесь еще такая студия фотографии здесь очень много фотографий где иисус стоит с людьми вот например здесь девочка сидит на руках у иисуса и там вы видите просто люди их обнимает иисус никогда такого не видел но люди все очень религиозные в мексике и здесь да вот девочки из марина мария иисуса да интересно это вчерашняя центральная площадь при дневном свете теперь мы в городском музее и тут интересно столько видов кукурузы здесь просто офигеть даже если розовая такая 60 видов кукурузы вот это даже остренькая какая-то мне очень нравится вот все вот эти статуи можно сказать фигуры они все улыбаются я не очень люблю вещей вещи но было бы прикольно принципе иметь такое где улыбаются дома улыбаться это хорошо нам говорят что где-то сахарный тростник горит так что такой пепел есть везде в воздухе просто летает мы сейчас приехали с ребятами в город арибаза и этот город они говорят что очень красивый мы пока только-только знакомимся с ним здесь уже очень такие уютные улочки вот здесь речка посередине протекает чудо река которая прозрачная не воняет в городе еще здесь есть фуникулер так что быть может если нам не помешает дождь мы покатаемся на фуникулёре и вот ребята которых видели вчера нас уже поправляли это канатная дорожка хорошо канатная дорожка но я не знаю разницы между фуникулёром и канатной дорожкой ребят мне кажется фуникулёр это как такой пояс который поднимается есть в киеве как пояс который поднимается на склоне и вот как раз поднимается 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 три подряд зеленый желтый и синенький вот это да мы еще не успели подняться на что там на канатную дорогу как уже увидели здесь за забором вот крокодилы черепахи а здесь вот а вот через речку бегают олени вот они крокодилы на испанском кокодрио джона на канатной канатом мосту слушайте ребят здесь правда очень красиво нравится тебе нравится мне вот название города урысаба вот канатная дорожка садимся почему-то всегда по три сразу вместе вот этот парень знает русский он каким-то образом определил что может с нами говорить на русском нет он не знает русский но он сказал привет и сказал добро пожаловать добро пожаловать он лучше говорит чем я и такое удовольствие стоит 30 иисус человека вон крокодилы поднимаемся во большая церковь и горы сейчас немножко пасмурно дождь начинается но хорошо что у нас есть крыша уютный городок это очень известный туристический город кстати очень много серьгой церковь 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 как маленькая флоренция такси-такси me так нравится ребят видите у когоAS прям зеленый забор прямо живая изгородь все вот мне очень нравится такие вот заборчики улыбочка ребята он там лизы много зелени красота мне кажется это самая высокая канатная дорожка на которой я был уже в жизни потому что мы были очень высоко но именно как бы вагончик как это называется над над землей здесь очень высоко потому что на гору так поднимаемся мы вышли дождь потихоньку усиливается но вот тут есть смотровая площадка и снимаем с днем рождения кому-то вау круто урисаба pueblo магико волшебный городок даже тут еще из церковь наверху и включено это все как бы тут еще есть музей раньше выглядел город поля какие-то и маленький такой музей какие-то старые костюмы и все по сути какие-то старые монетки старая посуда старые старые винтовки тут старая карта будет плохо видно так что я просто вставлю но для тех кто не знает раньше мексика было гораздо больше еще входило в мексику калифорнию ну то есть штат в сша сейчас техас по моему еще аризона и нью-мексико ну сейчас вы все увидите но что-то случилось и мексика отдала нам рассказали недавно что у них были большие долги и они просто чтобы типа снизить долги они отдали большую часть своей территории еще ресторан наверху и вот это продают что-то церковь такая небольшая алтарь и еще замок написано что с этой стороны немножко как руины замка и так кажется руины такие то что осталось от замка тут даже есть такие палатки как бы для индейцев и даже из площадка для спорта немножко неожиданно тут есть тип из и плане так понимаю можно так кататься а сейчас закрыто тут еще смотровая площадка и это другая сторона горы немножко больше зелени меньше города и там трасса видно как идет кстати мы проедем этот город тоже когда будем стопить дальше ну и горах забыть нельзя конечно гопро мне кажется не очень хорошо передаст на классно вот много слоев гор тут погода слегка ухудшилась мы ждем чтобы спуститься все здесь большая группа теперь мы вот так вот спускаемся слышен гром гроза да такой ливень просто вы все да да уже не очень видно а да солнце там а сейчас ребят момент атмосферы на нем они не получится погулять сейчас но вот можно идти вдоль реки и тут есть карта такая это абсолютно бесплатно и там где мы видели крокодилы есть еще обезьяны и олени короче даже есть тигры и ягуары медведи да верблюды короче ты можешь это посмотреть бесплатно и даже подсказывает как ты можешь там отойти сюда посмотреть на какие-то соборы верблюд привет верблюд под дождем вон там еще есть верблюд а тут тигр должен быть бенгало бенгальский бенгалский бенгалский бенгальский где-то прячется кажется я никак не увидел где они енотики сейчас выходили еноты тут автобусная остановка и качели это очень круто и вон там тигры и верблюды вообще реально прикольный городок может быть мы здесь будем жить оказывается что у них такой как бы логотип что улыбайтесь вы в урисабо урисабо правильно улыбайтесь вы в урисабо вот слуя пойдет в католической церкви это уже другой городок пуртин называется и и спи вот мы сейчас зашли такую кафешку и нам принесли what's the name of this what's the name of this гордита и принесли такую and what's the name of this гар гарнача гарнача и вот гарнач такая сейчас посмотрим как едят настоящие мексиканцы это еду i want to see how you eat it like like a taco вот так что так едят настоящий мексиканцы заворачивать как лепешку как такос и едят ребята доброе утро у нас сегодня 8 марта просыпаюсь я а джона нет думаю ну наверное взял компьютер и где-то работать но смотрю нет не взял компьютер не взял телефон все на месте ставлю ну значит точно куда-то шел и приходит мой джон любимый даже не знаю где он нашел розочку ровно по год назад в шилонгем были в индии уже по оставшей хорошей традиции поздравляю тебя с 8 марта джон где-то нашел розы и подарил мне так что я смогу и с собой даже завтра вести уже во время пособа и классно целую огромную очень тяжелую большую упаковку шоколадок которые оказались очень очень вкусно я так мало в этом участие я такой вкусный шоколад я очень-очень рада и вообще у меня самый лучший муж на свете такой внимательно рано встал я даже не слышал как ты встал не проснулся будильника представляешь не знаю поставила на 8 3 будиль просыпать а джона нет если не будильник нами я бы еще спала и спала не очень-очень радостно что у меня муж прекрасно и раньше ты рад и также джон еще купил еще две розочки одно для мамы нашего хвоста другой для дульси это их помощница вот я не знаю мама уехала или нет ой так жалко нужно будет поставить водичку джон рассказывает что в россии все женщины отмечают праздник сейчас сейчас мы приехали в новое место на новую смотровую площадку и вот здесь прям такие девственные джунгли нет ни дорог ничего хорошо да там есть дорога это дерево чем-то похоже на рябину сегодня последний день здесь в кордобе и завтра мы уезжаем в город в каком город мы завтра уезжаем в керетаро керетаро где мы остановимся у мамы нашего друга кики у него чека сзади едет вот нас слишком много и она почему-то любит ехать сзади может быть вы помните в челябинске она ехала в багажнике спасибо будет и куда мы едем мы не знаем на самом деле нас просто возят и показывают много разных мест и мы даже не знаем заранее куда мы едем красивые цветочки еще какое-то место называется курасон медклан по моему ой там даже машины там еще есть мост для поездов мы сейчас видели как поезд проезжает очень высоко и тут такая шумная речка не сильно темная но что-то воняет почему-то и вот опять наша площадь кордоба который мы уже так много раз гуляли но это ведь немножко сверху и здесь на самом деле расположен университет такой колледж где изучает искусство актерское мастерство игр на гитаре там культуры там культуры тут разные разные занятия станции рисование пение так далее так что взрослые могут приходить учиться играть на разных музыкальных инструментах или учиться петь здесь вообще очень красивая архитектура в этом городе кордоба конечно красиво красиво очень и вот там вот вид на горы мексика очень красиво это как сейчас поняли что это не зебра а гитара типа зашли в такое кафе очень большое вообще необычно и мы просто сейчас вспоминали кассио привет кассио смотришь вот это кафешка но я так понимаю что все это связано с кафе потому что кофе блин я не говорю правильно кофе на на русском вот это все связано с кофе и даже вот это тоже и цены здесь я не очень разбираюсь в кофе но короче самое дорогое что я вижу на меню этот 39 песо стоит а все остальное дешевле там 20 с чем-то и тут есть какое-то искусство и мы сейчас смотрели здесь еще ну очень странно если честно искусство но принципе прикольное место здесь просто показывают как люди делают какие-то странные вещи немножко а вот это тоже типа искусство какие-то пятнышки на на ткани и написано уроки в географии а в целом несмотря на то что здесь огромное место довольно уютно а тут наверху даже есть такие как бы гамаки диван здесь можно открывать двери посмотреть на город немножко и на горы целом мне кажется что кордоба такой город особенно в центральная часть довольно такая спокойная хороший городок нам заказали вот но как сказать принесли вот такую еду называется бомбасас прикольно тут говорят что есть бобы но кажется что есть еще мясо лук сидим развлекаемся я сейчас пишу разным курортам гостиницам в один в одном из городов мексики может быть мы там и остановимся в одном из них